После проведения очередного вебинара о молитве я видела огромное количество вопросов по этой теме. Это большое бедствие сегодня – убиение младенцев. И поэтому я считаю, что пусть я внесу хоть еще одну каплю понимания в наш мир этой статьей. И дай Бог спасу чью-то жизнь. Часто аборты случаются по молодости, когда женщина пропитана страхами, не устроена, ей кто-то посоветовал, врачи настояли и тому подобное. На самом деле на это нельзя соглашаться никогда, так как если Господь дает вам ребенка, то даст и все необходимое для его жизни. Ведь нет ничего ценнее во Вселенной, чем душа человеческая. Именно этот грех приравнивается к греху убийства и очень вредит и самой женщине, и ее семье, и даже потомкам. Последствия аборта. Закрепляется по роду до ДНК информация о грехе убийства. Невозможен духовный путь человека, так как стоит этот барьер в виде смертельного, неотмоленного греха. Часто идет прервание рода. У самой женщины или у ее детей могут быть болезни детородной системы, как следствие работы энергетики смерти в ее организме. Если есть дети, родившиеся после аборта, то их часто посещают мысли о самоубийстве. У таких детей присутствует страх жизни, частые травмы, недоверие к матери и даже бездетность. Грех, если не отмаливается, то передается до семи поколений рода и влияет на всю жизнь. Между супругами происходят ссоры, непонимание, до полного разрыва, так как в семье поселяется энергетика убийства. Где обитают души младенцев? Главное, что нужно осознать каждой женщине, совершившей аборт, что души этих детей как бы замуровываются в совершенно определенное пространство, где нет их развития до момента смерти матери. То есть она прервала эволюцию этих душ. При ее переходе в мир иной они выходят из заточения и становятся живыми свидетелями ее преступления. Ее обвиняет и наказывает не кто-то, а сама ее душа без тела видит все, что сотворила, и понимает это. Страх, беда и тяжелая расплата, так как в высокие божественные миры такая душа подняться не может. Грехи всегда тянут душу вниз. Мужчина – его ответственность. Он тоже несет часть своей ответственности за этот грех. И если женщине повезло, то мужчина и женщина вдвоем встают на покаяние и молитву. Это усиливает и ускоряет процесс отмаливания этих душ абортированных младенцев. Но даже если такого не происходит, то сама женщина может отмолить этих детей и свой грех. А если женщине кажется, что кто-то ее уговорил на аборт, и поэтому они виноваты, а не она, то это не так. Ведь окончательное решение все равно приняла она сама. И поэтому большая часть ответственности лежит именно на женщине. Наилучший вариант – это возможность такой женщине за земную жизнь осознанно покаяться в совершенном, отмолить эти души через подвиг молитвы и покаяние, дать им имена, совершить невидимое небесное крещение. Иногда в добавлении к этому даже пережить свои женские болезни, чтобы как бы взять на свое тело их боль. И тогда эти души отпускаются до ее перехода в мир иной, уходя к Отцу Небесному. Грех женщины и ее потомков снимается. Отмолите детей и простите себя. Если вы готовы к этому отмаливанию или уже совершили это, то никогда не слушайте священников, которые гнобят вас по поводу этого греха и говорят, чтобы вы до конца жизни помнили его, носили в себе чувство вины, разрушая этим свою психику. Святые старцы всегда предупреждали, что о грехе нельзя помнить, так как если он держится в сознании, то вызывает повторную провокацию этого греха или отчаяние. Выплачьте до глубины души этот грех и очистите свою душу, а заодно и линию вашего рода, чтобы никогда никому уже не пришло в голову делать такое. У Бога есть один инструмент очищения нас – это покаяние. И это великое благо, без которого наш мир уже давно был бы разрушен. Вы почувствуете, что пришло облегчение, если вы всё сделали от сердца и правильно. Вы поймёте, что души абортированных детей отпущены, вывалены. Нет ничего зазорного даже в том, чтобы своими словами попросить у Бога подтверждения. Всех ли я отмолила? Покажи мне, пожалуйста, подскажи. И будьте внимательны к подсказкам. Вам обязательно их дадут. И вот тогда вместо чувства вины благодарите Бога ежедневно за то, что даёт нам возможность в нашу земную жизнь исправить множество тяжелейших ошибок. Поэтому подойдите к этому в глубоком покаянии. Просите у Бога, чтобы показал вам, дал прочувствовать эти души младенцев. Пропустите их через своё сердце и отпустите их к Отцу во время молитвы, простив при этом и себя, и всех, кто причастен к греху. Только все прощения и добро уничтожает зло. Ещё в дополнение к этой информации я хочу зачитать вам статью Ольги Асауляк, руководителя православной школы Единого принципа. Ей свыше пришло понимание, где обитают эти души. Послушайте и ужаснитесь, если вы ещё не вымолили их. В последние 10 лет мне всё реже и реже снятся сны. То, что иногда выходит на осознание после пробуждения, я не отношу к обычным сновидениям. Это скорее осознанное путешествие души в иных мирах, вполне целенаправленное, с элементами созерцания и анализа происходящего. После таких видений открываются новые планы духовного мира, а разрозненные информационные звенья соединяются в чёткие оформленные идеи, снимающие завесы с невидимых небесных сфер. В одном из таких путешествий сознание меня привело к высоким каменным стенам, не то крепости, не то города, огороженного высокой крепостной стеной. Я точно знала, что попала сюда не случайно и обязательно должна войти внутрь этого огромного сооружения. Долго не могла найти вход. Казалось, что замкнутая крепостная стена не имеет ни ворот, ни даже узких щелей проёмов, только огромные древние камни, холодные и неровные на ощупь, возвыжались над моей головой. Наконец, моя рука коснулась грубой брезентовой материи, которой была зашторена небольшая замаскированная дверь. Я отогнула кусок брезента и оказалась на внутренней территории каменного города. Всё здесь было не так, как снаружи. Застывший воздух, словно замороженные пустынные улицы между каменными домами, совершенно бесформенными и грозными на вид. Но самым удивительным для меня было то, что всё вокруг в этом каменном мешке окрашено в насыщенный синий цвет. Синие стены домов, без всякого оттенка синие крыши, синий асфальт и даже неподвижно застывшее солнце тоже было синего цвета. Я медленно пошла по каменной мостовой, размышляя о том, что это всё могло бы значить и куда я попала. Стали появляться редкие прохожие. Они уныло шли в одиночку, никуда не спеша. Люди были разных возрастов, но с виду не старше 50-60 лет. Больше молодых мужчин и женщин, но ни одного ребёнка не катили в колясках мамы, не вели за ручку папы, бабушки. Лица людей, их руки и одежда были тоже насыщенного синего цвета. Мне стало жутковато. Я бродила по городу уже битый час и совершенно потеряла тут завешенный синим брезентом вход между неровных камней, а солнце без движения зависло над крышей большого дома и не собиралось передвигаться по небу. Синее холодное солнце. Интересно, про себя размышляла я. Есть ли отсюда возможность подключения к каналам духовных миров? Можно ли общаться хоть с одной живой сущностью на земле или на небесах? Ответом мне было молчание. На дверях одного из каменных домов были написаны буквы. Подойдя ближе, я прочитала одно слово, выложенное на синей стене дома темной мозаикой – докиут. Смысла этого слова я не знала и, толкнув дверь от себя, вошла внутрь дома. На внутренней территории оказался маленький дворик, тоже синего цвета. В центре детская песочница с синим песком, а в ней сидели две маленькие девочки от четырех до шести лет и увлеченно пересыпали песок в маленькие синие ведерца. Все они делали молча, сосредоточенно неподвижными лицами. Похоже, что это были родные сестры. Я подошла к детям. Обе девочки, бросив играть, вскочили и, как мне показалось, в их глаза блеснул огонек радости и надежды, но тут же погас. Старшая обняла за плечи младшую сестру и снова подтолкнула ее к песочнице в намерении продолжать игру. Девочке, спросила я, вы не покажете мне дорогу к выходу из города? Покажем. Грустно посмотрев на меня, ответила старшая. Только покажем, не покидая этого двора. А почему? Разве вам родители не позволяют гулять по улицам? Ведь здесь совершенно безопасно. Я не видела ни автобусов, ни автомобилей. У нас нет родителей, но мы не можем покинуть территорию Докиуда. А кто же вам запрещает ее покидать, не сдавалась я. Никто. Мы сами знаем, что нельзя. Вот если бы ты была нашей мамой, то мы вместе с тобой вышли бы отсюда навсегда. А здесь есть еще другие дети? Это что, детский садик или детский дом? Нет, это Докиуд. И отсюда детей забирают только мамы. А иногда еще Дядя Ангел, тихо добавила младшая сестра. А взрослые, которые ходят по улицам, кто они? Это тоже дети, только большие. Некоторые здесь даже успели состариться. А как вас звать? Наконец догадалась я, познакомиться со странными детьми. Нас никак не звать. Вступила в разговор младшая сестричка. У нас нет имен. Мы всех детей называем одним словом «ты». И они нас тоже. Только Дядя Ангелы, когда уводят кого-нибудь, то называют по имени. Вчера из нашего дворика забрали трех братиков и их старшую сестру. И всех называли разными именами. А эти Дяди Ангелы, они что, папы или родственники детям? Нет, они просто Дяди Ангелы. А ваша мама, где она сейчас? Мы не знаем где. Но когда она за нами придет, мы обязательно спросим, почему она нас здесь оставила. А часто мамы приходят за детьми. За маленькими редко. А взрослых забирают часто. Особенно стареньких детей. Саша девочка подвела меня к каменному забору и показала направление к выходу из города. Потом взяла за руку сестру и вела внутрь синего здания. Я вышла из Докиоэда и еще долго бродила по странному мертвому городу, пока не выскользнула из-под куска брезентовой ткани за главную каменную стену. Здесь все было в привычной цветовой гамме. Светило солнце. Вдоль стены росли разноцветные дикие цветы. Чирикали обычные серые воробьи. Утром, когда странное видение, похожее на подробный сон, стало анализироваться сознанием, меня бросило в холодный пот. Я как-то сразу поняла, что такое Докиоэд. Моя душа впервые попала в закрытую зону планетарного поля, где пребывают души абортированных детей. В этом синем каменном мешке они останавливаются в развитии и только визуально воспринимаются соответственно тому возрасту, какой бы имели на земле, если бы не были насильно уничтожены матерями. Многие уже успели состариться здесь, пока их земные матери живут в физическом мире и только после смерти приходят за своими забытыми детьми, проходя по мытарствам грехов своей молодости. Я поняла, можно ходить по улицам, за пределами внутренних двориков Докиоэда. Это души тех, кто погиб не по прямой вине матери, а в результате непроизвольного выкидыша или внутротробных патологий. Они имеют большую свободу и выходят отсюда по молитвам своих родных, близких, отмаливающих причина зачатия обреченных на гибель плодов. Стало ясно, почему души абортированных детей не имеют имен. Их не ждали, их никто не любил, не рожал, не крестил. Женщины просто вычеркнули их из памяти, как помеху в земной жизни, забыв навсегда. Так кого же иногда забирают дети-ангелы? Да тех, кого раскаившиеся в содеянном матери вымаливали по старинному христианскому обряду, тех, кого заочно крестили, нарекая имена, священники, знакомые с этим ритуалом, а таких единицы. Поэтому и забрали сразу всех детей из одной семьи, по словам девочки из моих ночных путешествий. Ведь женщина, ставшая на отмаливание своих абортированных детей, получает через священника имена всех загубленных плодов. Вот за ними-то, освобожденными на земле покаянием матерей, и прилетают дяди-ангелы, навсегда уводя души из страшной синей тюрьмы. Несколько лет назад я подготовила одного из наших подвижнических священников как на роль освободителя несчастных детей, так и нерожденных на свет. Отыскав и полностью освоив древний обряд наречения имен в присутствии кающихся матерей, он добросовестно взялся за это нелегкое послушание. Отец Александр рассказывает мне, что многие женщины даже не знают, сколько загубленных душ на их совести. Приходят к нему отмаливать, например, два сделанных аборта. А по его молитве на включении в информационное поле открываются еще несколько, о которых женщина даже не подозревала. Это результат микроабортов на очень ранных сроках беременности, когда заподозрив неладное, женщины пьют разные препараты для срыва, а также следствие прекращения беременности у тех неудавшихся мам, которые годами пользуются спиралями. Не зная, что спираль не предохраняет от зачатия, она только блокирует дальнейшее развитие оплодотворенной яйцеклетки, лишая душу обретения биологического плотного тела. Сам факт совершившегося зачатия – это уже воплощение живого духа со своей программой и своим назначением, независимо от того, через сколько дней погибнет в лоне женщины оплодотворенная яйцеклетка. Наш отец Александр даже имена детей получает на включении в информационные поля, а иногда ему открывается свыше возможный путь души, если бы ребенок родился на свет. Только матерям об этом не следует рассказывать. Не всякая психика выдержит такое знание о своих убиенных детях. Итак, как вымолить эти души и загладить свой грех? Есть два варианта. Первый вариант – это правило схемонахини Антонии, которое надо выполнить после исповеди и отпустить эти души из заточения, отдав их Богу и пропустив их в молитве через свое сердце. Вариант номер два – это Акафис для вымаливания, который нужно читать 40 дней подряд. Он называется «Акафис жен загубивших младенцев в утробе своей». Я сама читала его от всего сердца 40 дней и воспользовалась дополнительно обрядами Макариевской церкви в городе Киев, которые имеют послушание проводить такие службы, на которых дается имя младенцу и происходит невидимый небесный обряд крещения этих душ. В той же церкви вы мне дали на ровном месте очень сильную боль на несколько дней, которая прошла через весь мой организм и как бы стала мне воздаянием за этот грех. Пояснение к этим молитвенным правилам. Большим количеством искренних молитв вы создаете очень сильное намоленное поле. В нем, через ваше покаянное сердце, открывается канал выхода этих душ на небо, к Отцу. Царствие Божие внутри нас, и поэтому все процессы происходят внутри нас. Большое количество поклонов тоже помогают в этом процессе, вводя вас в состояние покаяния и смирения, так как у нас тесно связаны душа и тело. Это непростая работа, но я обязательно надо выполнить ради этих душ и ради себя. Все это касается и выкидыша, ведь в этом тоже есть часть нашей вины. Это нервы, страхи, недоверие Богу и так далее. И даже спирали-контрацептивы не дают нам осознания, что зачатие произошло, то есть душа пришла, а спираль не дала ей развиться. И это тоже идет за микроаборт. И надо избирать такие способы предохранения, которые не останавливают зачатие, а предотвращают его. Итак, пошагово, что нужно делать? Первое, вынести этот грех на исповедь. Второе, совершить глубокое, серьезное молитвенное правило, пропустив ребенка через сердце, во возможности дать ему имя и отдать его Богу. Третье, простить себя, всех участников и отпустить эту душу. Четвертое, сделать доброе дело, противоположное греху. Отдать крестильные наборы по количеству своих нерожденных детей в дома малютки или проплатить обряд крещения там, где это хотят сделать, но совсем не имеют денег. Или отговорить от аборта женщину, которую вам Господь обязательно даст встретить где-то, то есть спасти теперь чью-то жизнь. Это не жесткие рекомендации. Будьте внимательны, просите и видите подсказки свыше, и тогда вы поймете, как вам отмолить этот грех по всему своему роду. А если вы еще по каким-то причинам не готовы к этому и сомневаетесь, надо ли это делать, посмотрите фильм «Безмолвный крик». В свое время я этот фильм отнесла в училище к своей дочери, плакали все, и учительница сказала, что 20 минут этого фильма дали вашей душе больше, чем несколько часов, если бы я рассказывала вам какую-то лекцию. Ссылки на эту статью, на правила скимонахини Антонии, на акафист жен загубивших младенцев в утробе своей все есть под этим видео, переходите и вымолите эти души, Бог вам в помощь. С вами Влафатеева Елена, духовный психолог. Подписывайтесь на мой канал до следующих видео. Я шла к тебе искренкой малой, летела ангелом небесным, но ты меня не ожидала, ты ужаснулась страшной вести. Нет, я тебя не упрекаю, живи, довольная судьбой, но если б знала, как страдает дитя убитое тобой, прости меня, как я прости. Я простила за то, что шла к тебе любя, за то, что неземною силой из всех я выбрала тебя. Ты страх и боль свою прости мне, и пусть Господь тебя простит. Прошу лишь на реке мне имя, родную душу окрести. Я здесь в суровом заточении, приговоренная тобой, поставь мне, мама, в воскресенье, свечу за вечный упокой. с Субтитры создавал DimaTorzok